В Челябинске осудили двоих южноуральцев, которые вскрывали банкоматы прямо в супермаркетах и почтовых отделениях. За несколько лет им удалось вытащить из аппаратов больше 13 миллионов рублей. И вот криминальных товарищей отправили в колонию. Подробности в материале. По данным прокуратуры, челябинцы орудовали пять лет и все это время оставались неуловимыми для полицейских. С 2014 года по ночам проникали в магазины и почтовые отделения. С помощью специальных устройств взламывали сигнализации, вскрывали банкоматы, а затем похищали крупные суммы. Следствие установило, что они разбирались в радиоэлектронике, поэтому легко обходили сигнализации и знали устройство аппаратов выдачи денег. Полиция установила, что криминальный дуэт электроников причастен к 21 преступлению. Мужчины обогатились на 13 миллионов рублей. Это оперативные кадры их последнего преступления, на котором они и погорели. В магазине на Копейском шоссе в Ленинском районе пытались похитить крупную сумму денег из этого банкомата. Сегодня вот заблокировали, получается, датчики и пытались, не длинусь, не спроникли. Второй задержанный рассказал, каким образом они пытались взламывать аппаратуру. Волгарка была приобретена для личной цели, но использована для попытки. Как установили следователи, криминальный дуэт орудовал в магазинах и почтовых отделениях не только Челябинской, но и Курганской областях. Это уже следственные кадры. Мужчина признается в преступлениях и охотно отвечает на вопросы по делу. «Банкомат на улице Университетская набережная, 38. Как вскрыли? При помощи болгарки. Разрезали банкомат, достали кассеты с деньгами. Сколько кассет достали? Четыре кассеты. Сколько было денег в общей сложности? Семь с лишним миллионов рублей». И вот этих челябинцев отправили в колонию. Калининский райсуд приговорил одного из них к пяти годам колонии общего режима, второго – к пяти годам и двум месяцам.